интересно картированный источник мг и наверное московский государственный институт и тут родничок течет можно водички набрать попить и дальше идти еще так покажу и так друзья усаживайтесь поудобнее и смотрите до конца сегодня будет интересная тема принципе вы из-за из названия уже понимаете о чем пойдет разговор сейчас пойдем смотреть посмотрим направо это скала алимушка ну а нам она в эту сторону лет пять назад в одной группе в контакте называется подслушано в ялте был проведен опрос какой по вашему мнению самый опасный район ялты что вы думаете это строй городок он перед вами с небольшим отрывом идет 10 микрорайон и васильевка самый опасный район и ялте пойдем смотреть самый опасный район ну как в ялте ялта есть город а есть муниципальное образование то есть как бы большая и вот там в этом опросе голосовал 3000 человек и они обозначили самый криминогенный район это строй городок не знаем насколько это правда но это же опрос голосовал 3000 человек наверное правда как сейчас не знаю пойдем посмотрим а самое спокойное место в именно в ялте это улица сеченова вот так но сначала окунемся немножко в историю когда-то есть жили товар вот идешь так и не думая что это да это таврский ящик или как таврский могильник крышки нету понятное дело осталось только вот такая штуковина вот возле стройгородка находится таврский могильник это народ который тут жил и говорится испокон веков вот еще плохо видно вот еще вот еще один вот еще один то есть можно подойти ознакомиться и представить себе любопытно правда они себе вот еще лучше мы как бы ходим по таврскому кладбищу короче много тут таких ящиков их путают с дольменами нет это не дольмены это это такие могилы тавры себе делали а тавры это можно сказать первый народ который тут был известен записан официально известен тавры кто такие они какой у них был разрез глаз какой-нибудь национальности ничего про них не известно вообще ничего потому что их уничтожили следующий суда пришлые народы так говорят ученые и я придерживаюсь этого мнения ладненько красота давайте полюбуемся скала алимушка ах ты мешает дерево сейчас переместюсь перемещусь другое место вот так красиво да под нами санаторий горный вот санаторий горный вот те шестеренки это курпаты не давно там были снимали вам понравилось а мне так приятно когда вам нравится и наши как в том кино если мне будет приятно я тебя так довезу тебе тоже будет приятно и когда мне приятно когда люди смотрят хорошие комментарии пишут так приятно знаете вы не представляете поснимаем поснимаем красоту сегодня конец декабря двадцать третий год но если кто спрашивает когда снимали конец декабря двадцать третий год температура вну что-то возле восьми градусов небольшой ветер и хорошая погода до внизу проходит тропа царская тропа теперь пойдемте смотреть и страшный район в ялте я не смеюсь это опрос я согласно нему и решил построить сегодняшнее видео может быть уже времена изменились не знаю но в том опросе участвовал я говорю три тысячи человек и тройку лидеров поделили строй городок 10 микрорайон и васильевка самый спокойный это район улице сеченого нам нужно не спуститься но но тут солнце прямо в глаза ничего не видно елки-маталки давайте я зайду такой с подсолнечной стороны и пойдем по поселку посмотрим походим хорошо тут совсем ничего не видно все возвращаемся как бы что зашли там такая металлобаза металлобаза через нее не прям не через металлолом а так там есть очень вас просите вам покажут это несложно вот такой вот въезд и вот туда дальше он зеленый дом мимо него и на этот тавовский могильник тавовское кладбище а там дальше уже вот они крыши домов строй городок неинтересно дать и оттуда до самого низа так почему же этот поселок строй городок самый-самый криминальный я даже вопрос потом задал в этой группе же как подтвердите опровергните и получилось так 50 на 50 одни говорят это правда другие говорят нет якобы здесь ну так оно и было шестидесятые годы сюда завезли строителей они здесь жили вот на этой верхотуре здесь они жили в бараках домиках и их возили на работу на стройку мы вообще находимся в газ при это район газ по в общем и там начали строить завод железобетонных конструкций чтобы строить потом все эти санатории дома обычные жилые и сюда якобы завезли зэков одни говорят правда другие неправда третий говорят полуправда в общем кому поверишь кому не поверишь не знаю если кто-то местный смотрит подсказывайте так это или нет потому что это мне отвечали что да неверно неправда не будут никаких зэков другие говорят ну были какие-то зэки ну да тут такая была серьезная обстановочка третий говорят ой а я была молодая мне мама туда не пускала потому что ночью опасно было ходить по этому поселку но мы опираемся на факт на опрос самый опасный это стройгородок пойдемте хоть посмотрим дойдем конце концов посмотрим будут будут на нас нападать какие-нибудь криминальные элементы или не будут и вообще давно просили покажите покажите мы тут ни разу не были его с таким финтиперцем сюда и зайдем не вижу я зарешеченных окон заборов с колючей проволокой под электричеством ничего нормальный поселочек не стали уже эти до остановки тут спустились судя по карте тут есть все школа садик даже еще в рынок имеется где только не знаю что еще ну само собой тут должны быть магазины аптеки должны быть вон там где знак 20 километров ограничения вот куда поехал мопед вот там вот улица 40 лет октября а это улица мира она покрасивее пойдем сюда потом 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 пойдем с правой стороны у нас бывший дом культуры почему бывший здание есть а культуры нет смысле там сейчас засели евангелисты пятидесятники какой-то сериал ялтинского религиозного организации называется свет миру это желтенькая это школа а вы боитесь она бывает стесняются люди когда их снимаешь но не скажу что это прямо с так всяко может быть стоять люди торгуют так магазинчиком на медоборы школа он как она красиво украшена все окна раз это самая школа магазинчик они тут и магазинчик и wildberries торговый центр акварель универсальный спортивный центр пятиэтажки кипарисы вообще-то на нас смотрит такое ощущение как будто мы не не где-то возле ялта где-то в джанкой с таким хорошо он тут снимаю жилые дома многоквартирная как их комментировать по тем временам это было даже очень симпатично черный кот идет испугался ладно кошечка ну пока что никто не напал и не ограбил вот кто-то решил себе отдельный дом построить прямо перед пятиэтажкой перед многоэтажкой впереди как бы частный сектор любопытненько потом сюда пойдем вода за синие это жилищный комплекс из последнего здесь построили жилищный комплекс белый парус мы идем суды ну понятно были гаражи а теперь это жилье сверху стандартная картинка у эти гаражи еще не обстроены а этот уже обстроен молодцы мы уперлись в тупик бывает интересно это частное домовладение или какая-нибудь не знаю школа детский садик библиотека подойдем посмотрим интересно 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 если сможем конечно подойти тут тупики всякие возвращаемся пойдем посмотрим заинтересовал что это за замок такой жилищный комплекс белый парус что к чему почем не знаю просто так написано на карте мы что-то первый раз идем по навигатору это прям на солнце улица 40-летие октября ничего не видно раз не видно пойдем вниз что это было спасибо в общем не в шестидесятых годах а в пятьдесят четвертом году его основали сюда приехали первые строители ну и спросили насчет заяков говорит я не знаю а это частный дом на секундочку вот так вот так тут жилье сдается жилье баня пройдем еще ниже что ж там так внизу интересно там она говорит так там тропинка если вам нужно на море идти купаться идите вниз через горный поплете на море спасибо отсюда до моря а что говорит мы ходим вот так вот а вы удивляетесь как люди живут живут же как-то я еще такое скажу нет вот такая тропиночка говорит и по тропиночке по тропиночке вот так мы попадем ну как попадем начнем и спускаться к морю ну не мы конкретно сейчас просто обозначим тропинку и вернемся обратно в поселок фактически это мы снимаем как бы по заказу раз десять на нас и не больше просили покажите стройгородок показываю ты отсюда ничего не видно показываю вот тропинка и пошел и пошел и пошел и пошел она соединяется пересекает скорее всего да пересекает солнечную тропу царскую тропу ну и так далее через санаторий горный и вниз 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 санаторий горный прям под нами совсем плохо видно в общем как то так а теперь возвращаемся обратно в поселок что будем видеть то и будем показывать а вот это те дома которые которые видно с дороги и солнечной тропы вот эти дома они прям нависают над пропастью над над обрывом говорят их построили лет 12 назад все это частное частное домовладение возвращаемся обратно вот какой домишко а у какой у новенький так а если вот сюда вот так пройти ну чтоб не обходить так как мы автосценка еще раз покажу нет тропинка к морю господи набухал да подойти сюда предоставляется возможным это частная территория зато какой вид отсюда это частная территория и получается вот они все эти дома вот они стоят прямо на обрыве с той стороны когда будете ехать их видно или по солнечной тропе когда будете идти это белый парус прям таки выделяется новенькая кстати вот это вот зеленая горка вот там вот эти вот товарские ящики находятся тут что-то строят а вот старый дом видно вот так можно показать а это что тоже улица с частным сектором а не и многоквартирные дома дома старые любопытно а зачем вот на этот балкон ведет лестница ответ остается открытым чтобы построить тут обыкновенный гараж с ямой аж понимаете вы на горе тут все скалы камень о тут же какой-то дом старый ну не видно что и в первых наверное сейчас туда пойдем тут посмотрим частный сектор пройдем посмотрим в общем этот поселок был построен для строителей завода железобетонных конструкций а потом сюда поселили работников этого завода но это было тогда при союзе сейчас не поймешь кто здесь живет кусочек море кусочек море в кадр в смысле вот такой вид вот такой вид открывается из окон этих домов там кто-то на кардионе играет интересно давайте тут посмотрим на пейзажи морские солнышко еще пока высоко по нынешним меркам а у нас внизу внизу между прочим ласточки на гнездом вон она из-за паруса и плохо видно у меня вот белое здание вот-вот-вот-вот-вот ласточка ласточки на гнездом кто что он так играет зажигательный молодцы в дни тази дни спасибо и вас наступающим ну давайте посмотрим еще не раз как детишки тут ну а понятное дело забор там не забрать Вот так вот. Вон, вон, вон. Ласточка. Вот так вот. Прощание славянки играет. Молодец. Многоквартирный жилой дом. Улица 40 лет октября. В этом доме аптека. Ну, позади нас остался. Не стали снимать. Там бабушка такая старенькая. Выходила. Не хотели, чтобы она попадала в кадр. А что еще? Наверное, уже все. А может быть не все. Может, что там еще дальше есть. Детская площадка. Ага, там трасса уже шумит. Там сюда тогда. Вот тоже домик интересный. Решено такое. Посмотрим с этого ракурса на стройгородок. В общем, это поселок со странным названием стройгородок. Почему? Потому что тут жили и живут, скорее всего, строители. Ну, или их дети. Строители. ЖБИ в Гаспре. И название не стали менять. Так и осталось. Все привыкли. Стройгородок. Ну, и все. Это как у нас в Жанкое. Универмаг. Всю жизнь универмаг. Там уже лет 20, как торговый центр такой себе. А мы всю жизнь. Ай, универмаг. Так, надо вернуться. По-моему, еще не все прошли. А закончить наше видео, я думаю, вот в этой вот беседке. Посмотрим, что там. Это буквально на окраине поселка находится. А, ну, понятно, что там, конечно же, в правильном месте. Ласточкино гнездо. Спущусь вниз, а то дерево мешает. А оно и так мешает. Видите, выросло и плохо-плохо видно. Ласточкино гнездо. Ну, да ладно. Я считаю, можно заканчивать. Выпуск получился интересный. Местами даже забавный. Все, друзья. На этом у меня все. Большое спасибо, что вы досматриваете наше видео до конца. Большое спасибо, что вы нас поддерживаете. Если бы не вы, таких бы везде сюжетов точно не было. Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. И, опять же, лайки, комментарии. И делитесь с друзьями в соцсетях. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. До свидания. А у меня идея возникла. Давайте дождемся заката. По идее, солнце где-то вот там вот. Прямо в море опустится. И, наверное, будет красиво. Вернулись обратно. Еще что-нибудь поснимаем. Так, это улица Мира. Мы тут начинали. Вот Больший дом культуры. Поворачиваем на 40 лет октября. Мы только что были на той стороне этого дома. Ну что, никто нас тут не раздел. Никто нас тут на нас не покушался. Но мы тут себя чувствуем белыми воронами. Нас внимания обращают. Типа приехали, снимаете. Что снимаете? Детский садик. Кедры красивые. Тут так интересно чередуются обычные панельные дома и частный сектор. Причем так. Каждый строит. Насколько хватает денег и наглости. На такое мнение. Это школа. Мы были с той стороны. Поворачиваем. Идем. Еще пройдемся. Последнее громкое дело. Убили парня. Я так понимаю, они были трое друзей. Что-то не поделили. И убили. Причем на глазах у свидетелей. Но все равно вызвали полицию. Тих поймали. А потом отпустили. И народ потом взбунтовался. Вышел буквально. Было прям такое собрание. Посадите. Потому что он тут терроризирует весь поселок. Давно уже. И под давлением его опять нашли. И в конце концов посадили. Это было в прошлом году. Улица 40 октября. Здесь многоэтажки. А тут уже коттеджи. С этой стороны. Еще раз посмотрим на этот новый дом. Сдадут его в 2024 году. Цена от 7 миллионов за 33 квадратных метра. Однушка. Вообще 104 квартиры в этом доме. 10 этажей. Белый парус. До моря 20 минут пишут. Ну вы понимаете, да? Отсюда до моря пешком 20 минут. А я так скажу. Здесь жить без машины. Ну мы по себе судим. Набегаешься за день так, что Аня. Я тоже боялась ходить. А потом привезут. Знаете, как в деревне. Все друг друга знают. Там говорят, там говорят. Вот сюда вот идти. Слышали, да? Так что может быть это все еще и неправда. Здесь же у строителей, которые строили стройгородок. Которые строили Южный берег, эти санатории. Строили. Вот это здесь люди. Дом 6-го автобазы. Вон там наверху была 6-я автобаза. Там ее сейчас нету, разрушено. Вот. И люди, которые там работали, вот для них вот это дом. А так все. Раньше бараки были там, строители. А потом уже сейчас и врачи, и медсестры, и те, которые... Раньше уже санатории были богаты. Каждый санаторий строил дом. Вот. И не один. И строили, сотрудников заселяли. Вот. Раньше вот здесь было хорошо. А сейчас плохо? А, разруха. Просто разруха. Видите, что? Раньше такого не было. Раньше скамеечки ровненько все было. Все. Вот. Ну, ничего. Тихо. Сейчас зато за грибами ходят. Грибы носят из леса. Лес там вокруг. Ну, да. Вот. А так ничего. Вот эти дядьки пьяные ходят. Ну, ничего. Они никого не трогают. Они между собой дерутся. Ну, вот уже криминал. Да. Нет? Они все время такие. Они к нам привыкли. Мы к ним. Ничего страшного. Спокойно. Жалко. Было более зелени. Зелени было больше. Так понастроили много чего, да? Ну, вот, да. Вот эти дома здесь не было. Была зеленая зона. Ну, как видите. Так что. Такие-то дела. Ладенька, спасибо. Школа. Торговый центр. А мы идем пить кофе. Как выяснилось, здесь только кафе, медоборы. И еще одно кафе, торгующее тортиками. Столовок нет. Такие не можно. Первый, второй компот. Нет тут такого. В общем, вы сами слышали. Женщина. Но она постеснялась говорить на камеру. Я спрошу, а как насчет криминалистики, криминогенности? Да кто вам такое сказал? Как везде, как у всех. Так что вопрос, опасный тут или нет, остается открытым. Заканчивается день, заканчивается пленка в наших фотоаппаратах, заканчиваются флешки, гигабайты наших эмоций, потому что вот вам, вот вам, вот, вот как-то так, во, во, во. Полноценный закат на море. Это не закат, это просто огонь. В полном смысле слова. В полном смысле слова.